С приходом нового министра здравоохранения в медучреждениях края начались чистки глав врачей, сообщает информационное агентство Банкфакс. Сразу три руководителя за последнее время покинули свои посты. Это главный врач на Волтайской городской больнице номер один имени Литвиненко, Краевой стоматологической поликлиники и городской больницы номер 12 Барнаула. В чем причина увольнения этих специалистов читайте на Банкфаксе, причем они не станут последними, пишут корреспонденты. Появилась компания, желающая поработать над проектом старого моста в Барнауле. Заявку на участие в конкурсе подала компания проект Автомост. Больше желающих не нашлось. Пока контракт с единственным потенциальным участником аукциона не заключен, но вероятно это всего лишь вопрос времени, пишут корреспонденты информационного портала Толк. А вот журналисты Бийского рабочего решили на страницах своего издания провести опрос на тему, как питается ваш ребенок в школе. Могут ли ученики приносить с собой еду из дома, сейчас обсуждают не только учителя и родители. Своё мнение об этом выразили и представители Роспотребнадзора, и сотрудники Минпросвещения, и вице-премьер Татьяна Голикова. Присоединиться к обсуждению и поделиться мнением, как должны обедать школьники, журналисты предлагают всем желающим. Корреспонденты «Комсомольской правды» Барнаул решили узнать, что читают современные школьники. Топ книг, которые будут интересны подросткам, составили сотрудники книжных магазинов. Оказывается, мода на чтение книг возвращается. Подростки любят участвовать в конкурсах чтецов, чаще всего для участия выбирают произведения Носову, Драгунского, Жванецкого. А вот в магазинах они выбирают не только фэнтези современных авторов, но и романы Стивенсона, Дюма, романтические произведения Жорж Санд. Последние минуты жизни снежного городка в Барнауле запечатлел Политси Брум. Фотокорреспондент Олег Укладов прогулялся по главной площади краевой столицы Сахарова. Как главная ель города теряет оперение, как техника рушит ледяные фигуры. Любопытный фоторепортаж вашему вниманию на Политси Брум.